Я хотел бы в своем выступлении сосредоточить внимание на отношениях между эпископами и христианскими политиками мировоззрения Блаженного Агустина. И в частности, остановиться на том, что епископы, по мнению епископа, должны советоваться с христианскими политиками о применении христианских этических принципов в социальных и политических вопросах. В этом закладе я постараюсь показать, как Августин дает нам первую абсолютную теорию формирования политического сознания христианина. Говоря это, я считаю, что Августин был первым христианским авторитетом, предложившим христианским политикам своего рода размышления на этические темы, связанные с их служебными обязанностями в соответствии с их верой. Это не означает, однако, что Августин был первым богословом, обратившим внимание государственных деятелей, на политическую этику. Некоторые авторы до него призывали христиан принимать в общественной жизни определенные этические позиции или принимать меры по конкретным вопросам морали. Сразу вспоминайте, например, Амброс Меделландский. Тем не менее, Августин был первым, кто предложил последовательное теоретическое объяснение того, как христианские чиновники должны решать такие вопросы. Мы находим эту теорию в письме номер 155 Августина, последние трех писем, написанных Македонию, римскому имперскому неместику в Африке. В качестве африканского неместика Македоний должен был обеспечить соблюдение римского права в пределах территории своей компетенции. Например, выносил приговоры по уголовным делам, предусматривающим смертью Каста. Он был христианином, который и указывал на Агустиня, как на своего духовника. Во время его короткого пребывания в должности, Агустин впервые написал ему, прося о помиловании для человека, приговоренного к смертной казни. Македоний в ответ выражает желание про честы этой книги, но, что касается помилования, утверждает, что подобные вмешательства епископов не имеют ничего общего со сферой общественной жизни, связанной с религией. Агустин отвечает Македонию в втором письме, номер 153, который отстаивает религиозные мотивы своего вмешательства и вмешательства других епископов в защиту тех, кто будет приговорен к смертной казни. В этом же письме японский епископ говорит, что у смертной казни и других форм уголовного наказания есть свои ограничения, причины, объяснения и общеприятные действия. Он признает, что они вгушают страх и ставят под контроль злоумышленников, кто бы добро могло нет ночи среди злых. Некоторые ученые прокомментировали этот отрывок, истолковывая его как признание Августина необходимости к смертной казни на том основании, что она садится в сдерживании наиболее серьезных форм преступности. Эти исследования заключают, что, хотя Августин не подтверждает законность прошения о помиловании со стороны епископов для некоторых осужденных, он ясно высказывается в пользу смертной казни в отдельных случаях. Осуждение Августина основано, в частности, на послании апостола Павла Криминем 13, 1, 8, которые оправдывают применение смертной казни со стороны гражданчих властей. По мысли святого Павла, как он истолкивает его, Августин заверяет Македония, что строгость имперского намезника применения к смертной казни идет в пользу обществу и способствует установлению мира. Рассуждает Августина, для безопасности общества необходимо, чтобы люди имели страх перед наказанием. Поэтому Августина оставит на то, что когда-то свой епископ в пользу осужденных, тут чрезвычайно смертную казнь имеет только целью смягчения наказания, но не их отмену. Что касается именно наказания, это просто смягчение, включая и смертную казнь. Если это то, что Августин говорит Македонию и все, значит, не было бы никакого сомнения, что он поддерживает месмертную казнь и что он ее поддерживает. Хотя у него есть как-то желание смягчения время и особых случаев. Но это не так. Есть как-то две логики об этом. Нет только одну логику. И здесь мы находим в этом письме Августина Македония. И кроме защиты смертной казни, когда применяется все-таки справедливо и рационально, и иногда с милосердием, есть и вторая позиция, и вторая логика, которая ориентируется на Новый Завет, где Августин ставит под вопросом тот факт, чтобы смертная казнь могла бы стать применена справедливо. прежде всего, имея в виду самый широкий вопрос, который интересует этот доклад, эта альтернативная логика смотрит на небесный, ориентируется на небесный град как на руководство добродетельных, которые должны быть определять отношения гражданской власти криминалей в зеленом граде. Как в контексте поддержки им смертной казни в этом письме, Августин вновь всылается на Новый Завет, на этот раз, чтобы обосновать свою посетку против смертной казни. во-первых, он говорит, что сам Бог является примером милости как свидетельствует Писание. Августин цитирует Иоанна 8, 3, 11, то есть отрывок о женщине взятой при любви Диане, для того, чтобы показать, что столько Христос мог судить о женщине справедливо, ибо он один будет без греха. Это важный аргумент в общем подходе Августина к смертной казни, в которой он повторяет в других местах своих трудах на эту тему, но который мало комментируется в историографии о его жизни, о его поведении. Суть его призыва внимательно смотреть на моральное состояние судей, которые должны вынести в смертной культуре, то он показывает, подчеркивает, как-то моральную налогию между этими судьями и темы, которые судят, является в том, что он говорит о том, что такие добродетели, как справедливость и благоразумие, могут понять и практиковать только тот, кто сам добродетелен. представители гражданской власти, как и все люди, должны признаться, что если они обладают какой-то истинной добродетелем, то это от Бога, высшего блага. то есть, их добродетель происходит от милости Божьей, а не от природы. я Я passo alla pagina 5 della relazione, lo dico per la traducirci, tanto per accorciare un po' il testo, all'ultimo paragrafo, pagina 5, possiamo, forse, avere un senso più chiaro da Agostino, di come evidenzii che lo statista cristiano deve applicare questa nuova definizione. Della virtù della lettera 138, che è stato imparato all'uticiale militare Marcellino, circa due anni prima della lettera 155. In questa legge, Agostino adombra la teoria, che è stato imparato a pieno titolo nella lettera 155. Cioè, teoria, che la fede, la speranza e l'amore, trasferono politiche le condizioni. Il potteria, che la fede, 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 che imparano la fede, che imparano i suoi голосовать заповеди Священного Писания, призывающих к ненасилию, с заповедями, опять же с писанием, допускающими в определенные меры применение цели для того, чтобы противостоять зло. Во-первых, в попытке преодолеть зло во враге добро, христианские чиновники должны быть готовы рисковать в потере некоторых земных благ для своих поданных, как, например, избавление от физических страданий. Он полагает, что таким образом христианин показывает своему праву пример иного общественного порядка, модель, которое вознаграждает неприходящими благами справедливости веры, превышающими приобретение временных политических или экономических преимуществ. Таким образом, и христиане будут противостоять искушению, отдалиться от своей веры и испекут стремление к детским привилегиям, которых жаждут их враги. Тем не менее, продолжает Августин, этот пример может не достичь своей конечной цели, и тогда потребуется сила, чтобы покорить врага. Для христиан еще возможно найти способи внести военные действия, не поддаваясь жажде мести. Для этого необходимо, чтобы политические лидеры размышляли о вашем терпении противоположелательности и противоположелательности даже когда они воюют перед устранением угрозы со стороны противника. Это напряжение потребует от организации лидеров ограничения насилия против врага, чтобы они ограничили до абсолютного минимума, дабы враг не причинили дальнейшего ухерба. Агустин завершает это размышление, предлагая, цитирую, «Итак, если бы земное государство соблюдало заводи Христа, даже самые воины биливые, велись бы, не без благожелательности, и побежденным обеспечивались бы более легкие условия в перспективах общества умиротворенного любви и справедливости». Конец этап. Конец этап. Корректор А.Кулакова Спасибо за субтитры и всё. Спасибо.